Так, Блумберг, пожалуйста. Добрый день, Александр Казмирович, генеральный агентство Блумберг. Я хотел вас спросить, как можно избежать появления новых фронтов после битвы за Дебальцева. Американцы говорят, что следующее место может стать Мариуполом. Как Россия к этому относится? Спасибо. Вы знаете, мы как-то немножко по-другому-то мыслим, особенно после достижения широких договоренностей в Минске. Речь-то ведь должна идти о разъединении сторон, об отводе вооружений, о постепенном движении к нормализации обстановки, к миру, к диалогу между конфликтующими украинскими сторонами. Вот, собственно, с этой логикой связано принятие важных договоренностей в Минске. Нас очень настораживает в последние дни наблюдаемая тенденция такой дезинтеграции военной машины Украины, когда, скажем, целый ряд резонансных батальонов, так называемых, АЗОВ и так далее, создает некие свои военные комитеты. Скажем, проходила информация о том, что один из таких комитетов в составе семи батальонов создается в Днепропетровске для содействия, продолжения вооруженного противостояния и так далее, и так далее. Это очень тревожно, и это идёт совершенно вразрез с теми усилиями, которые предпринимает Россия совместно с нашими коллегами из Германии и Франции при содействии ОБСЕ по скорейшей нормализации обстановки на юго-востоке Украины. Поэтому то, что Вы сказали, это весьма тревожные симптомы, особенно со стороны представителей администрации. Если таковое действительно происходит, то это абсолютно противоречит тем заявлениям, которые мы слышим со стороны высоких представителей администрации США, которые активно поддержали Минские соглашения в пользу мирного урегулирования украинского конфликта. И, в частности, это было затверждено в недавнем телефонном разговоре Сергея Лаврова со своим коллегой Джоном Керри.